Прокомментирую события в стране, как меня просили. В частности, прежде всего, точнее, вот эта самая сенсационная новость, что государство собирается опять выпускать ГКО. Как ни странно, вот в комментариях я прочитал, что не все знают, что такое ГКО. Но мне казалось, что знают все, но выясняется, что не все. Ну вот кто... Уже время-то много прошло, позже родился. Чем, если бред не читать, судя по всему? Что такое ГКО? Поэтому там надо чуть-чуть такое предыстория. ГКО – это была государственная пирамида в чистом виде. Ну, в какой форме конкретно она была построена, там, с помощью ценных бумаг государя, выпуска, там, этих облигаций, неинтересно это все. Можете, если кому-то любопытно, в интернете все подробности написаны. Это все технические детали. Что главное, что это была пирамида, опять-таки, повторяю, в чистом виде. Любопытно еще вот, что тогда никто не понимал, что это пирамида. Тогда слов-то таких никто не знал. То есть, все там наперебой экономисты, финансисты, заверяли, что это сверхнадежно, гарантируют, что весь государство, что там она не может рухнуть в принципе. Вот почитайте там интернет, этот самый коммерсант тех лет, можно в интернете найти. Каждый день буквально были статьи, как это надежно, что вкладываетесь там и так далее, и тому подобное. То есть, вот цена всем государственным гарантиям, всем экономистам, финансистам. А потом, когда все рухнуло, все прозрели, и там масса появилась заметок подобного рода, что... Я, конечно, понимал с самого начала, что это пирамида, там пишут. И все же, когда же она рухнет вообще? Да ничего не понимали. Ну, в общем, вот так. Что в этой связи хотелось бы сказать? Что... Почему власти сейчас к этому возвращаются? Да, кончилось все это тем, что в 98-м все рухнуло. Но опять-таки, это не рухнуло. Там, по каким-то причинам, вероятно, власти не выдержанировали. И они решили это все обрушить. Я не знаю, там, по каким. Это уже внутренняя кухня. Может, там, решили основные там игроки зафиксировать прибыль и соскочить вовремя. Ну, не знаю я, одним словом. Это... Тайна себе велика есть. Как бы то ни было, Черномырдин, тогдашний премьерка, при котором все эти ГКОи были созданы, ушел в отста, там, ну, его сняли, президент наш Ельцин, и назначил никому неизвестную, ниоткуда взявшегося, этого Киреенко, который сразу же обвалил ГКО, и через 4 месяца его тоже отправили в отставку. То есть его призвали для того, чтобы просто обрушить ГКО, и потом в отставку отправили. Сейчас он спокойно живет, как известно. Глава там этого Росатома. Ну, то есть это совершенно фигура была, которую там на 4 месяца поставили, чтобы обрушить ГКО. Мое мнение, что незачем было их обрушать, что просто, я еще раз повторяю, не выдержали нервы, они просто не совсем понимают механизм этих пирамид. И вот эта сумма долга их напрягла настолько, то они вот решили, что хватит. Хотя сумма долга в пирамиде значения не имеет. Имеет значение лишь динамика. Но это, их понимание было недоступным. Но это мое мнение, опять-таки. Но как бы то ни было, пирамии и то самое ГКО были преданы анафеме, их постоянно сравнивали с МММ. Пирамида, зло в чистом виде, вот это тяжелое наследие ельцинского режима, ну и так далее. Но как бы то ни было, страна просуществовала с какого там, с 94-го, когда они всерьез уже начались, до 98-го, когда его киндер-сюрпризовали в народе Кириен. Киндер-сюрприз все обрушил. То бишь 5 лет. Вот 5 лет страна существовала за счет ГКО. Но других источников дохода для бюджета не было практически. Вы знаете, сколько тогда стоила нефть? Держите за стул. Вот я даже таблицу в интернете нашел. Мне просто было любопытно. В 94-м году нефть стоила пауза театральная 15,8 доллара. Бары. 15,8. В 98-м 12,8. Вот вы можете себе представить, что сейчас бы нефть стоила 12,8 доллара. Вот говорят, Путин там великий и могучий, и ужасный. Вот все время сравнивают то, что было и что стало. Вот как плохо мы жили тогда. И как сейчас здорово живем, процветаем. Мы сейчас можем жить и процветать при нефти за 12 долларов? Да если сейчас будет нефть 12 долларов, то я не знаю, завтра же страна просто вот рухтит в какие-то тратары такие вообще, которые не снились. да, тогда вообще может быть, может быть, уж не знаю, правда так ли это. Мы предположим даже, что люди жили хуже, чем сейчас. Но и то сомнительно. Но если жили хуже, то ненамного. Это все сказки, что там прямо уже вот в 2000, то есть это в 95-м, 6-м, уже нормально относительно жили. Возможно, даже не хуже, чем сейчас. Потому что, по крайней мере, не в 10 раз хуже. Вот если цена нефти была почти в 10 раз ниже, ну не в 10, там 8 сколько. Ну уж не во столько раз хуже жили-то. То есть, вот факты, просто голые цифры. То есть, сейчас мы при такой цене на нефть вообще жить не сможем. Таким образом, возникает резонный вопрос. Так какие власти лучше-то были с экономической точки зрения? Те умудрялись как-то существовать при цене на нефть, там 12-15 долларов. Нынешние власти при такой цене на нефть существовать в принципе не могут. Они могут грацевать только там при 100 долларов. Вот они там с ужасом думают, а если будет 60? Тогда было 12 вообще. Вот реалии. То есть, ну вот, что означает теперь, ладно, что-то я заболтался про это ГКО, про это нефть. Друзья, почему власти водят ГКО? Практически они расписываются в том, что никаких других источников для пополнения бюджета нет. Но это и так оно и есть. Что нефть, они там, в нынешний режим может существовать только при цене на нефть желательно долларов 100, ну пусть хотя бы там 80. При более низкой они уже все. Они не могут. То есть, а других источников, я говорю, еще раз нету. Вот они строят пирамиду, чтобы пополнять бюджет. В принципе, решение, я к нашим властям отношусь, ну, не восторгаюсь, так скажем. Но тем не менее, следует отметить, что решение верное. То есть, за счет этой пирамиды, если ее правильно построить, они могут еще несколько лет выдавать щеки, говорить, какие они великие. кстати, вот это все, вот эта ситуация с нефтью, что тогда при 12 долларах, ну, при 15 существовали, а сейчас и при 60 уже не могут. Вот означает, вот какая вот сейчас уже эта паразитическая надстройка из олигархов, этих воров, чиновников, которые все высасывают дотла вообще просто из страны. Ну, иного-то объяснения нет тут. Почему тогда могли, а сейчас не можем? Значит, появились какие-то дополнительные нагрузки. Правильно же ведь? Ну, а какие нагрузки? Вот олигархи появились с тех пор. Успешные менеджеры, как их там пытаются называть, чтобы оправдать их появлением. Так что, вот подумайте, все эти цифры есть в интернете. Вот сейчас же век доступности любой информации. Сами погуглите, смотрите цен на нефть и подумайте, что сия означает. Так что, вот так. Так что, я все раз говорю, что вопрос, какие власти успешнее управляли страной, не так просто, очевиден, как кажется, как нам внушают. Ну, это мое мнение, опять-таки. Возможно, ведь я и не прав. Так что, вот так. Тогда до следующего раза. Надеюсь, я пищу для размышлений не подкинул. Так что, вот так. А еще раз, я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое. неизбежен. 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 Неизбежен.